Перед вами самый обычный старый бесперебойник от компьютера на 300 ватт, а это самый обычный автомобильный аккумулятор на 12 вольт. Прямо сейчас я расскажу тебе как сделать бюджетный преобразователь напряжения из 12 в 220 вольт и самое важное ты узнаешь сколько раз он сможет подзарядить твой телефон, а также я расскажу тебе сколько проработает твой роутер от этого аккумулятора, а также сколько проработает твой ноутбук. Это не постоянная рубрика, сделай сам. Итак, как же модернизировать данный инвертор? Все очень просто. Берем инвертор, вот крышечка, сейчас я ее открою наверное, вот крышечка куда вставлялся раньше аккумулятор. Мы аккумулятор старый убираем и тут у нас две клеммы плюс и минус. Подключаем к ним проводом автомобильный аккумулятор. На этом все. А, да, кстати провод должен быть толстый, довольно такие толстые, потому что здесь проходят большие токи, вот как у меня. Так, с аккумулятором закончили, закрываем крышку. Как мы видим сзади, здесь у него выходы. У него три выхода, то есть один, два и три. К любому из трех выходов мы подключаем наш провод. Ну, который, соответственно, мы также немножко модернизировали. Теперь я имею на другом конце обычную розетку. Как присоединить обычную переноску, в которой два провода идет, вот, к вот этому шнуру, который имеет внутри три провода. Для этого нам нужно разрезать шнур. Я это благополучно сделал немножко раньше. Был вот такой вот шнур, на другом конце у него была вот такая вот розеточка. Вот, я этот шнур обрезал. В этом шнуре внутри три провода. Зеленый, коричневый и синий. Зеленый обычно, это у нас земля, она нам не нужна. Как определить, что это земля? Земля в этих проводах идет вот здесь, в центре, вот здесь. Как определить землю? Нам нужно прозвонить вот этот вот провод с помощью прибора, тестера. Любым тестером прозванивается провод. Выставляем на Омы, либо на вот это положение, диод нарисован. Итак, прозваниваем этот провод. Берем один конец щупа, вставляем вот сюда в центр. Другим концом ищем, где у нас будет замыкать. Вот земля, зеленая земля. Вот прибор пищит. Это у нас ничего не будет. Вот так мы нашли землю. Землю нам не нужно. Мы ее убираем. Можно ее отрезать и заизолировать. И к этим проводам прикручиваем наш сетевой провод от переноски. С этим вроде разобрались. Идем дальше. Давайте сейчас узнаем, сколько тока будет потреблять зарядка вот этого телефона. Для этого мы заменим этот могучий аккумулятор от автомобиля на 60 ампер и поставим вместо него вот этот вот блок питания. На этом блоке питания есть вольтметр, амперметр и ваттметр. Он у нас будет заменять аккумулятор. Давайте его подключим к нашему бесперебойнику вместо аккумулятора. Вот это у нас плюс, а вот это у нас минус. Напряжение, как мы видим, 12 вольт, как у обычного аккумулятора. Ну что ж, давайте перейдем к экспериментам. Итак, это у нас как бы аккумулятор, это у нас бесперебойник. Давайте узнаем, сколько потребляет без нагрузки бесперебойник. Для этого мы его включим и посмотрим. Итак, как мы видим, его потребление без нагрузки примерно пол ампера. Вот напряжение 12 вольт, ток пол ампера. Итого почти 6 ватт. Он потребляет без нагрузки. Теперь давайте подключим в него обычную 60 ваттную лампочку. Посмотрим, сколько будет потреблять ток из аккумулятора после преобразования из 12 вольт 220. Итак, лампочка 60 ватт. Подключаем. Итак, как мы видим, потребление лампочки 71,5 ватт, а должно быть 60, с аккумулятора будет потреблять 6 ампер час. 60 ваттная лампочка. То есть, если вы подключите на выход 60 ваттную нагрузку, с аккумулятора будет она тянуть 6 ампер. И если аккумулятор у вас 60 ампер час, то она просветит 10 часов. Эксперимент номер 2. Подключаем зарядное устройство. Смотрим, как изменится ток. Ток почти не поменялся. Там прибавилось примерно 20 миллиампер. И теперь давайте подключим телефон. Это современный телефон Samsung. Подключаем, смотрим. Итак, пошла зарядка. Ток потребления 1 ампер и 150 миллиампер. То есть, получается, такие телефоны можно заряжать примерно 50 часов. Идем дальше. Давайте подключим старенький телефон Lenovo. Итак, подключаем другой блок питания. И подключаем телефон. Пошла зарядка. Ну, то есть, он потребляет еще почему-то больше. То есть, сами можете уже считать. Да, если аккумулятор у нас 60 ампер час, потребление в час 1,3 ампера. Следующий эксперимент. Давайте подключим роутер от Kyivstar. Подключаем просто блок питания. Видим, потребление чуть возросло. И подключаем роутер. Так, его потребление примерно 940 миллиампер. При работе от аккумулятора, при условии, что он идеально новый, 60 амперный, роутер проработает 60 часов. А сейчас самое интересное. Давайте подключим ноутбук. Обратите внимание на ток потребления. Как мы видим, ток потребления у нас 2 ампера. При условии, что процессор у этого ноутбука загружен на 1%. Давайте запустим какой-нибудь фильм. Итак, мы включили фильм. Смотрим. Загрузка процессора 20%, 17%. Потребление 3,4 ампера было в пике. Ну, вот как вы можете видеть. Все, я думаю, довольно очевидно. Сами можете посчитать, при таком потреблении, сколько проработает ноутбук. Характеристики данного ноутбука у вас на экране. Кстати, если включить видео на тубе, то потребление будет вот такое. Примерно 2,5-4 ампера. Если развернуть на весь экран, то еще чуть больше. Потребление 3,5-4 ампера. В некоторых режимах я наблюдал потребление тока до 7 ампер. Скорее всего, это подключалась видеокарта и нагрузка еще возрастала. Тут еще оговорка. Не каждый ноутбук запустит этот преобразователь. Например, мой ноутбук, который помощнее, он не хочет запускать вообще. Некоторые зрители канала, наверное, скажут, а зачем преобразовывать 12 вольт в 220, а потом эти 220 вольт преобразовывать в 5 вольт для зарядки телефона. Как бы в чем прикол, да? Зачем тратить энергию на лишние преобразования? Все правильно. Это делать не обязательно, если у вас есть вот такая вот штуковина. Обычный зарядник, который вставляется в прикуриватель. Давайте подадим на него 12 вольт, как бы от аккумулятора, и сравним ток потребления через этот зарядник. Выключаем наш бесперебойник. Подключаем минус на минус, плюс на плюс. Вот в покое у него потребление 11 миллиампер. Теперь подключаем шнур. Потребление возросло, потому что на этом шнуре есть светодиодик. И подключаем телефон. Как мы видим, потребление примерно в два раза ниже. Как говорится, что и следовало доказать. Поэтому намного выгоднее заряжать через вот этот вот преобразователь из 12 в 5 вольт, который вставляется в обычный прикуриватель. К нему можно примотать проводки и подключить к аккумулятору. Но обязательно все нужно делать через предохранитель. Если вы замкнете провода, может случиться пожар. Поэтому очень внимательно к этому отнеситесь. За 10 часов он потребит 5 ампер из аккумулятора. За 100 часов 50 ампер. То есть приблизительно 100 часов можно заряжать обычный телефон. О, подождите секундочку. Вот этот момент нужно немножко уточнить. Это видео я снимаю через сутки после того, что вы увидели только что. Почему? Потому что когда на телефоне заряд 60%, ток потребления через вот эту вот штучку немножко больше. Давайте посмотрим сколько. Смотрите. Подключаем 60%. И ток у нас 870 мА. Поэтому, как я понял, чем выше процент заряда на телефоне, тем меньше идет потребление тока. Можно сказать, телефон заряжается сначала большим током, а потом постепенно его уменьшает. И еще один момент, который хотелось бы уточнить, это то, что при зарядке через бесперебойник, то есть через розетку 220 вольт, телефона с зарядом 60%, ток не меняется. Смотрите. 60% ток 1150 мА. И даже если я включу фонарик, вот, я включил фонарик, ток не поменялся. И момент номер 3. Для чистоты эксперимента я взял другой зарядник. Он немножко помощнее. Давайте посмотрим, какой будет ток потребления. Так, включаем и смотрим. Как мы видим, ток возрос до почти 1700 мА. Так что, как говорится, зарядное имеет значение. Хотелось бы также отметить, что данный бесперебойник и все бесперебойники такого вот типа, дешевые бесперебойники, непригодны для подключения газовых котлов. Потому что у них синусоида идет не обычная, вот такая вот, а зигзагообразная. Газовые котлы к такой синусоиде подключать нельзя. Ставь лайк в этом видео, поделись с ним с друзьями и родичами. И вперед, до победы! Субтитры подогнал «Симон»!